Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. Ну что, для кого земли мало, те на склоны полезли. Можно ли строить на склонах и вообще, что делать, если уже построено? Давайте поговорим сейчас прямо об этом. К нам в студии присоединилась депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова. Лилия, здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям, что вы также можете высказать свое мнение в отношении застройки склонов. Сегодняшний опрос звучит так. Строительство домов на одесских склонах надо. Три варианта ответов. Запретить, строить по необходимости. Сначала укрепить склоны. Лилия, настолько дорогая земля в Одессе, что даже памятник архитектуры выводится из этого списка, сносится за одну ночь и застраивается. Что уже говорить о склонах? Они оказались еще дороже, чем земля в Одессе. Ну, так есть, это факт. Да, и если я должна тоже ответить на этот вопрос, то я считаю, что и укрепления уже будет недостаточно. Нужно в срочном порядке наложить мораторий. То есть запретить ваш вариант ответа? Моему варианту. Причем навсегда, наверное, да? Или нет? Ну, возможно, изменится ситуация опять же с укреплением склонов, с оползневой ситуацией. Хотя я не знаю, сколько должно пройти. Давайте поговорим о конкретном примере. Вы написали пост у себя на Фейсбуке. Расскажите, пожалуйста, что за ситуация с вот этим вот склоном, который примыкает к красе здоровья. Вы знаете, совершенно случайно произошло. Анализируя открытый сайт аукционов, я наткнулась, ну, решила посмотреть, что это. И меня удивил вообще размер площади склонов, то, что он продается с аукциона. Я прекрасно понимаю, что его будут застраивать иначе. Собственно, в ответ на запрос в соответствующий департамент я получила ответ, что по зонингу это там гостиницы. Гостиницы, апартаменты. Мы понимаем, что это будут апартаменты. Рекуляционное строительство и капитальное строительство. Да. Я сначала проанализировала ответ и потом поняла, что ситуация плачевна, потому что склоны ползут. И мы все об этом знаем и не раз говорим. Никаких противоползневых мероприятий, кроме там некоторых в Аркадии, которые там были частичные, ничего не производится. Ну и в партии Шевченко обещали тоже укрепить склоны. Обещали. На Приморском бульваре якобы там укрепляют. Но опять же, это точечно. То есть никакой системности, никакого стратегического планирования по данным работам нет. Давайте вот конкретно, о каком участке идет речь? Речь идет об участке французский бульвар... Господи, сейчас... 60, правильно. Это возле санатория России. Это возле санатория России, да. Потому что новостроя, 60, да? Да, полтора гектара земли. То есть понятно, что его продали давно. То есть это нет претензий к нынешнему каденции депутатов. Продали, продали. Давайте решать следующую проблему, да? Решать следующую проблему, что сейчас с аукциона уже есть заявлено на сегодняшний день три участника аукциона. То есть когда я нашла это на сайте, там еще не было ни одного участника, потом уже объявился один, два, три. Известно, что это за участники? Нет, к сожалению, неизвестно. Я все-таки надеюсь, что будет городской совет для того, чтобы все-таки как-то запретить строительство. Но время покажет. Пока я не могу говорить, что это за участники и кем будет приобретено данное. А не какая-то инсайдерская информация? Нет. Я пыталась ее найти, пока никакой у меня нет. У меня точно нет. Возможно, она где-то у кого-то есть, но у меня нет никакой информации по этому поводу, к сожалению. Сегодня я занималась тем вопросом, но нет. Исходя из вашей публикации на Фейсбуке, я так поняла, что этот участок стал залоговым для одного из банков. Да. И здесь как бы претензий к банку нет. Еще и банк интересный на самом деле. Да. Он реализует свое право на то залоговое имущество, которое ему когда-то заставили за 8,5 миллионов долларов. Хотя удивительно, продает он его за 56 миллионов гривен. Ну, то есть как-то не совсем соизмеримые цифры. То есть здесь как бы он имеет на это право и он его использует. Вопрос в том, что дальше мы получим. То есть можно сейчас рассуждать, я проанализировала весь путь отчуждения данного участка. И понятно, что 2005-2006 год, там уже все ушло, там да, по переднике, там можно рассуждать все как угодно. Но на сегодняшний день, вот сейчас это стало как раз реальным шагом к застройке. То есть если там его заложили, перезаложили, он там как-то ждали, там судились, банкротили фирму и так далее. То есть был какой-то процесс. И доллар был по 7, как выяснилось. Да, и был какой-то процесс. То сейчас, вот, исходя из того, что его выставили на торги и уже есть участники этих торгов, то мы понимаем, что в ближайшее время нам нужно ждать, да, наград в совет или где там ДПТ, ну, сейчас не утверждается наград в совет. Град в совет быстро утверждает эти вопросы. И мы получим очередную застройку склонов. Хотя все дружно кричим, что нельзя, мы там собираем какие-то коллегиальные советы, что склоны плывут, что нужно с этим что-то решать. Ну и, ну, понимаете, опять же, я, это мои предположения на сегодняшний день, да, возможно, просто выкупят участок и заморозят опять на долгие-долгие лета. Ну, а кому же, извините, выгодно, как участок, чтобы он стоял? Я тоже думаю, вкладывать деньги в замороженные склоны, присуществующие там ситуации политические. Вы общались на эту тему с юридическим департаментом Одесского городского совета? Честно, не общалась, нет. Есть у вас информация, занимаются ли они этим вопросом? Я надеюсь, что занимаются. Я еще раз повторю, что у меня есть надежда, что все-таки один из участников этих торгов, это именно городской совет, который вернет его. То есть вы считаете, что городской совет может выкупить этот участок обратно? Ну, это моя мечта, да. Почему нет? Слушайте, это еще интереснее схема, чем можно было представить. Ну, передники продали, а мы покупаем обратно. Слушайте, ну мы же краян продали за 11 и купили назад за 185. Почему нет? Вот этот момент. Вот я об этом и думаю. Я думаю, что все-таки здравый смысл должен преобладать. Реально надо брать, потому что стоило 8 миллионов, сейчас 56 миллионов гривен. Доллар по 7. Можно в этом банке спросить, доллары поменять, чем по этому курсу? А я не знаю, по-моему, он работает фактически в Одессе. Я, честно говоря, не видела. Есть информация о том, что осталось какое-то имущество, остались какие-то документы, которыми доторговывают. Да, вот как-то они это, грубо говоря, реализуют. Остатки продают. Наши остатки всегда по дешевке. Последний размер, остатки всегда по дешевке. Последний размер полтора гектара с видом на море. Больше не осталось. То есть меня в большей степени, конечно, вот этот вопрос интересует с точки зрения сегодняшней ситуации застройки склона. Безусловно, надо понимать, что делать сегодня, повлиять на то, что было в пятом году, никто не может. Ну не может, не может. Какую вы в этой ситуации видите вы? Вот я уже его озвучила. То есть перезакупка? Я считаю, что, да, что... А что делать с ним дальше? Ну, перезакупили, восстанавливать санаторий, что делать там? Ну, это уже, знаете, вариантов много. Ставить его как склоны, там, сделать парк очередной. Сейчас у нас заявили, что у нас... Купить за 56 миллионов и продать дороже. Тоже как вариант, да. Много вариантов. Не, а можно сразу купить дороже, чем 56 миллионов, чтобы не париться уже? Может, и так лучше. Ну, скроятно уже получилась такая схема? Ну да, почему со склоном. За сколько там времени было? Два месяца? Там очень быстро. Два месяца продали, сразу же купили? Да, то же самое произошло с кладбищем, да. Продали там за сколько-то, купили за 146. Какое кладбище? Вы еще кладбище купили? Ну, давно уже на Тираспольском шоссе. Это было еще перед Краяном. Мы уже думали, что, возможно, еще кладбище. Не, не, не. Ну, что кладбище рядом с Краяном уже купили? Не, 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 нет, нет, нет. Саша, Края тут же кладбище. У вас фантазии еще более бурные, чем у меня. Саша, ты будешь идти в депутаты, ты будешь подкидывать хорошие идеи. Или чиновников. А ты чего занимаешься? Я уличный торговец. Прекрасно, и почем сейчас улицы? Кстати, по поводу улиц. У нас есть опрос одесситов, которые также не безразличны к этому... К застройке склонов. К засыпающемуся склонному вопросу, и вот к чему склонны в своих осуждениях одессит, извините за эту автологию, мы сейчас и узнаем. Строительство на одесских склонах – неугасающая проблема города. За моей спиной земельный участок более одного гектара выставлен на продажу. Что об этом думают одесситы и гости города, мы сейчас узнаем. Если это будет какой-то объект, которым мы сможем пользоваться, и он нам будет полезен, нужен нам, другим людям, мы не против. Если это будет, нанесет какой-то вред экологии, там, скажем, зависимости от этажности застройки. Склон должен быть свободный, должна быть природа, деревья, трава, свежий воздух и так далее. Если акция будет разумная, организованная, то почему бы и нет? Если это будет акция в каком-то хамском стиле, в таком стиле я участвовать не буду. Конечно бы хотелось, чтобы все сохранилось вот как оно есть. Это все живое. И не хочется, чтобы его вообще трогали, дотрагивались. Кому-то это надо, кому-то это не очень. Вот кто перевесит? А вам это надо? Ну, мне это точно не надо. Да, мы же говорим не только обо мне, о вас, мы же говорим еще о менталитете. В общем, ребята, коротко говоря, деньги прекрасный слуга, но очень плохой бог. Ну, наверняка, как и большинство одесситов, негативно. Потому что, как мы видим по опыту, ни к чему хорошему это не приводит. К сожалению. Скажите, вы бы вышли на актив протеста против застройки? В целом, я думаю, да, если бы была немножко посвободнее. Надо какие-то принимать меры или делать что-то, потому что очень опасно для... Дома стоят, все это рушатся, дожди идут. Как предотвратить застройку побережья, узнавали Анастасия Мирза и Вячеслав Лаштаба. Лилия, все вот в едином порыве говорят о том, что трогать нельзя ни в коем случае. Но мы не можем прогарантировать, если, например, купит не городской совет. Мы уже не собственники земли. Да. Если купит не городской совет, то есть мы не можем это гарантировать. Я вам скажу больше, что если купит, например, городской совет, то мы тоже не можем это гарантировать. Абсолютно верно. Когда, скажите, можно узнать, кто участник этих торгов? 19-го числа торги состоятся. Да, мы все узнаем. Уже 19-го числа? Да. Я думаю, что минут за 15, максимум 19. Я думаю, что меньше. Я даже думаю, что там три участника. До начала премьеры все билеты проданы. Вот по ощущениям, горсовет может позволить себе такую сумму потратить? Может. Я уверена, что может. Хотя, ну да, это было бы сложно. Мы, возможно, в чем-то бы там урезали. У нас профицит бюджета. Ну, те депозитные деньги, которые сейчас есть, они им позволят легко, с легкостью это сделать. Но вопрос желаний, вопрос дальнейшей эксплуатации, вопрос... У меня больше вопросов. Но, по сути, мне кажется, что это бы было, знаете, таким, ну вот просто жестом. Ну, мне кажется, что инвестиция вот в бизнес, она, конечно, должна возвращаться. Но инвестиция в внешний вид города, в его экологическую и туристическую, как следствие, привлекательность, мне видится тоже очень неслабая инвестиция. Она более долговременная, наверное, даже, чем здание. То есть тут можно рассматриваться с разных позиций. Да, с точки зрения имиджа власти на сегодняшний день, с точки зрения каких-то политических амбиций, будущих, перспектив. То есть вы обращались к Геннадию Труханову, к городскому голове? То есть в понедельник было аппаратное совещание. Ведь подсказать ему, Геннадий Леонидович, слушайте, как здорово получается. Здесь разрылись, смотрите, подземный ход. Здесь, понимаете, начали на советской армии, она же приверженская, что-то делать. Опять хорошо получается, руки довольны. Лестницу, ну, там получилось, не получилось, но сделали люди счастливы. А вдруг там под склонными мы мешок с золотом найдем. Давайте купим... В общем, возможно, ситуация, мэр просто не знает об этой ситуации, как это было с восточными водами, которые, оказывается, очень... Так оно продается, оказывается. А? Я получила... Вчера был вторник, да, я получила и сразу выставила пост. Ответ официальный, который мне позволил рассуждать на эту тему. На аппаратном совещании я не была. 19-го уже торги. Ну, вот как-то так. Я думаю, что эта тема еще всплывет и не раз, и мы будем ее обсуждать, потому что в любом случае тот, кто приобретет, будет обращаться и дальше за согласованными. Ну, там 2,5 миллиона. А у вас, как у депутата, нет прямого доступа к городскому голове? Мне вообще к городскому голове нет доступа. А вы вообще видели его? Ну, так вот, как нас... А он существует? Нет, ну, существует, конечно. Это я уже там, знаете, сарказничаю в силу там последних событий. Я могу сказать, что у нас не самые лучшие отношения. Вы знаете, после последней сессии, когда мне не дали слова, я хотела, я быстро встала, хотела подойти и сказать, что, ну, как бы... Так дела не делаются? Он очень быстро ушел, мне не удалось. А почему вы мне дали слова? Ну, не знаю. Меня любят. У нас любовь. Это надо Геннадия Леонидовича спросить. К сожалению, у нас такой возможности нет. Насколько я знаю, мы пытались его пригласить в наш эфир, но он не соглашается. Он очень занят, занимается делами города. У вас есть соратники среди депутатов в вопросе борьбы за этот участок? Ну, конечно, есть, но их мало. Ну, сколько приблизительно? Пять, семь, двадцать? Я не считала на пальцах, ну, может быть, пять человек. Не, ну, чуть больше, наверное, человек семь. То есть остальных вопрос склонов не интересует? Ну, к остальным, я не знаю, у меня нет там претензий к остальным или каких-то там, у остальных есть свои вопросы, которые там им в приоритете более стоят, чем склоны. Каковы будут ваши действия? Что вы будете делать, исходя из того, что 19-го числа уже аукцион? Ну, я сейчас посмотрю, кто выиграет на аукционе. В любом случае, этот вопрос надо поднимать дальше. Я еще раз говорю. Погоди, а что можно поднимать дальше? А что дальше? Ну, хорошо, что сейчас можно поднять? Ну, давайте рассуждать. Ну, вы вот меня сейчас подводите к тому, что мне нужно было участвовать в аукционе и выкупить. Или... А у вас и так могло быть? Ну, могло быть и так. Я бы тогда пошла бы по склонам собирать у людей. Это один из вариантов, чтобы скинулись одесситы по 10 гривен. Послушайте, действительно хорошая инициатива. Давайте сейчас... Мы можем как-то наложить, извините, вето на проведение этого аукциона. И чтобы поучаствовали одесситы. Почему нет? Почему одесситы не имеют права принимать... Да, там полтора миллиона нужно сразу унести залоговую сумму. А потом, если выиграешь торги, опять же, торги идут на увеличение. Для каждого одессита 10 гривен, это не такие большие деньги. Участок был бы снова нашим. Отлично. У вас эфир, на вас смотрят очень много людей. Я думаю, что если генем клич, то... Я уверен, что и остальные телеканалы, и радиостанции, и владельцы сетей наружной рекламы поддержали бы это начинание. Одесситы могут выкупить все, что угодно. Только тогда уже, извините, спрос был бы другой совершенно. Тогда там уже не позволили бы ставить мафы и так далее. Почему нет? Ну, идея великолепная. Ну что ж, будем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация. Ждем торгов. Пока что другого выхода, как я понимаю, нет. Нет. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Лилия Леонидова, депутат Одесского городского совета, была нашим гостем. Прервемся на выпуск новостей. После вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова